26 апреля в России вспоминают ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этот день в Ульяновске возложили цветы к памятнику, колоколу Чернобыля, а также провели митинг к памяти. Торжественная колонна пронесла портреты тех, кто погиб, защищая население страны от последствий радиационной аварии. Они смогли остановить беду и спасти людей от дальнейшего распространения радиации. Для постоянного контроля за состоянием здоровья лиц, пострадавших от радиации, в Ульяновске проводится медицинское наблюдение, которое обеспечивает раннее выявление заболеваний и своевременное лечение. Ежегодное оздоровление проходят ликвидаторы и члены их семей в центре в профпатологии. Чернобыльская авария на атомной электростанции была самым, наверное, масштабным, таким, грозным. Поэтому сегодняшний день – это в первую очередь день памяти тем, кто участвовал в этих событиях. Но наш клинический медицинский центр оказывает медицинскую помощь, динамическое наблюдение лицам, пострадавшим от традиционного воздействия. Это и Маяк, и Семипалатинск, это и подразделения особого риска. То есть, к сожалению, это не единственная катастрофа. И мирный атом иногда приносит такие трагические для нашего общества истории. Чтобы отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, в Ульяновске состоялся митинг памяти. В нем приняли участие те, кто лично прошел через Чернобыль, разделивший их жизнь на до и после. Они не скрывают, что было страшно. Но долг и служба Родине всегда стояли на первом месте. Леонид Васильев служил в ракетных войсках стратегического назначения. Работал на ликвидации последствия аварии 6 месяцев. Он признался, что уже через 2-3 дня на месте привык к обстановке и бесстрашно выполнял приказы. Бояться было просто некогда. Привезли нас, как говорится, и начали работать. Я работал на автовышке в группе «Дамаг». Постоянно работал полгода на четвертом энергоблоке. Хамиль Халиулов отправился ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС добровольно. Прибыл в военкомат и попросился в самое пекло, попав в радиационную разведку Приволжского военного округа. Я к тому времени уже прошел Афганистан. Это было страшно. Честно вам скажу, когда я попал в город Припять, это было очень страшно. Это было... Вот. У меня словами... Я не могу... Вот пустой город, никого нету, понимаете? Даже птицы не летают. Это очень тяжело на душе. И вообще это... Ну, я не знаю. Ну, понимаете, к тому времени я уже был сформировавшийся мужчина, как говорится, прошедший... Боевые, да? Да. Ну, тяжело было. Тяжело, конечно, в первое время. Очень тяжело было. И... Ну, сами представляете, побросали, все ушли, белье висит там, детские коляски вокруг дома, и никого, народа нет. 27 апреля 1986 года Николай Колышкин находился в командировке. Доставлял медицинские приборы в Борисполь и Припять. Узнав о случившемся в Чернобыле, мужчина связался с начальником Центра гражданской авиации и остался бороться с последствиями катастрофы на добровольных началах. С 27 апреля по 10 мая участвовал в таких работах, как насыпка песка. Если видели, по телевизору показывали эти вертолеты, зависит от реакторов. Туда насыпали песок, доломит, бурную кислоту. Это церковь делали вокруг, да? Да, засыпали для того, чтобы заглушить его, чтобы радиация меньше выходила. А дальше уже у меня были командировки по радиоактивным зонам. Николай Павлович ежегодно проходит лечение в Центре профессиональной патологии в городе Ульяновске. Амбулаторное лечение в других центрах не давало ожидаемых результатов. Наблюдение в Ульяновске полностью устраивает мужчину. Да, специалисты очень хорошие, в палатах очень хорошо, все условия именно для отдыха. Все хорошо. Специалисты, очень медицина здесь на высшем уровне, здесь аппаратура очень хорошая. В митинге приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, родные и близкие, погибших и живущих ныне ликвидаторов, представители духовенства, студенты и общественники. Митинг завершился возложением цветов колоколу Чернобыля и минутой молчания.